Я, Воронова Светлана Валерьевна, хочу обратиться к Генеральному прокурору России Игорю Краснову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с заявлением о совершении в отношении меня и моего супруга Воронова Павла Владимировича, о совершении мошеннических действий со стороны депутата Саратовской областной думы Андрея Воробьева. Дело в том, что с 2016 года в нашей совместной собственности с Павлом Вороновым находилось 26 земельных участков для дачного строительства рядом с поселком Прибрежный Энгельского района Саратовской области общей площадью чуть более 26 тысяч квадратных метров. Кроме того, нам принадлежал расположенный неподалеку участок для фермерского хозяйства площадью 12 тысяч квадратных метров. Недавно мне стало известно, что этих земель в нашей собственности больше нет. Мой муж сообщил мне, что в 2018 году его знакомый Воробьев Андрей Викторович, являвшийся на тот момент депутатом Саратовской областной думы 6 созыва и занимавшийся строительным бизнесом, предложил ему поучаствовать в совместном проекте по застройке и последующей продаже домов на указанных участках. Суть соглашения была в том, что на участках, принадлежащих моему мужу, силами и организацией Воробьева, будут построены индивидуальные жилые дома. Денежные средства, от продажи которых предлагалось разделить. Участок для фермерского хозяйства Воробьев предложил первоначально использовать для базы хранения материалов и техники, а потом построить там отдельно стоящий объект торговли. Кроме того, Андрей Воробьев, являясь депутатом Саратовской областной думы, пообещал ускорить процесс проведения коммуникации к данным участкам. Для оптимизации последующих налогов и одновременно в качестве гарантии получения им прибыли, после строительства Воробьев предложил переоформить принадлежащие моему мужу участки на основании договора дарения на его бывшую жену, Зимину Алину Михайловну, который является индивидуальным предпринимателем. Это, с его слов, позволило бы применение упрощенной системы налогообложения, существенно сэкономить на налогах, чем заключение договора о совместной деятельности. Воробьев заверил моего мужа, что его развод с Зиминой является лишь формальным, поскольку он замещает государственную должность и все обязательства перед моим мужем будут выполнены. С предложением Воробьева мой муж, не обладая юридическим образованием и не разбираясь в подобных вопросах, согласился. И в октябре 2018 года все земельные участки были переоформлены. К сожалению, меня об отчуждении имущества в известность не поставили, и мы его согласия не спрашивали. По прошествии некоторого времени он стал все реже выходить на связь, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки. Никакого строительства на участках не велось. Недавно мой знакомый сообщил мне, что приобрел один из земельных участков, ранее принадлежащих нам, после чего мой муж рассказал мне, как его обманули, и мы лишились почти всего своего имущества. В настоящее время очевидно, что отдавать нам наши участки, а тем более доходы от их реализации, никто не собирается. Уважаемый Игорь Викторович и Александр Иванович, я понимаю, что во многом в этой ситуации виноват мой муж. Но он не является специалистом в подобного рода делах, а поверил хорошо знакомому человеку, тем более занимавшему государственную должность. У него не было и не могло быть никаких либо причин дарить что-либо бывшей жене Андрея Воробьева Алине Зиминой, тем более такую многочисленную собственность. И подобных действий явно не могли быть выгодны для него. В отношении моего мужа Андреем Воробьевым и Алины Зиминой действительно были совершены обманные действия, которые привели к утрате, в частности мной, права собственности на ценность земельной участки, что образует состав мошенничества. Я прошу вас рассмотреть настоящее заявление, зарегистрировать его в соответствующей книге учета сообщений о преступлениях, провести проверку указанных доводов и привлечь вышеуказанных лиц к уголовной ответственности.